Добрый вечер. Снова Снегирёв. Ну-ка, ну-ка. Принципиально отличается тем, что у них плавают качество. Получается, что отличить принципиально я не смогу. Для вас должно быть принцип один. Бери больше, кидай дальше. То есть сади больше. Поэтому это не то, что от хитрости, от того, что я наполовину крайне жадный. Я говорю от души. Надо. Есть два момента. Это не сортовые. Мне морды били, что это не сортовые. И я говорю, это не сортовые. У сортовых, вы можете представить себе моносад где-то посреди степи или где ещё могут вырастить ещё. Они в Тагеже. Не в лесу же растут абрикосы. А где-то пол степи. Вот они растут. Вот они все одного сорта. Это что? Это близко родственные связи. Это деградация. Она нам надо? Стоит вам взять кисточку где-то с другого места. Вы же сохранить хотите сортовое качество. Привезти. А полить. Даже кисточку. Специальным сортом, чтобы получить что-то. Уже в этом случае, когда вы уже никогда не узнаете, что у вас растёт. На дереве будет написано. Пусть уже не один сорт, а два сорта. Сорта и сорт Б. Но вы решаетесь. Пройдёт 5-10 лет. У них почему-то долгие сроки. Это мы умудряемся быстро вырасти. Вот. Ну пусть даже 3. Нет, 3. Мало. 5-6 лет. Получили плоды. И они не знают, что вырастет из этого. Хотя бы он осад, хотя нет посторонних этих. Только ослабеют, потому что у них нет настоящей крови. Вот. У меня же частично сад плебей. Я всегда говорю, сад на половину плебей. Я сейчас плебею покажу. Вот. То есть, вот этот путь. Вот. Снегирёвый сад. Наверное, вы где-то, может быть, даже имеете какое-то специальное образование. С вами я всё разговариваю. Вы должны понять, что принципиально они отличаются. Они всё разные. Ещё бы. Вот сейчас я не могу вам показать. Знаете, у меня документы, там где доклад и реферат доктора наук Мирского института, который из моих вырастов, да, они я вам показывал. Они всё разные. Сельсия мусора с одного единственного дерева, как и было договорено. Сложился патриарха, так? Получились все разные. Как я вам могу ответить, чем отличаются принципиально? А то, что вы написали, ждём тираж, ну, если вы заплатили тысячу рублей и поможете, чтобы он раньше, то я согласен. Если вы просто ждёте, вот, может быть, пройдёт время, и это, или будет сильно маленький тираж. Нет, он собрал какие-то суммы, там, вот, 1150. Ну, если вы сейчас ещё пересылку, ну, ждите. Если вы наложили хотя бы тысячу, я буду очень вам благодарен. А если просто ждёте, ну, ждите. Будет стоить тысячи, полторы, две. Добрый вечер, Александр Костич, вопрос про станции явных, которые шли 20 дней. Это где это? А, северный Казахстан, 20 дней. И, извините, это было понятно и так, что вы рискуете, правильно? Читаем дальше. Милба Красная 5-го мая не просыпалась, 23-го обрезанного цвета карандаша. Первый не проснулась, проснулись почки ниже прививки. Ещё две веточки с почки ниже прививки, погнали с моего стола. Что делать? А, унитаз, я всё время, были у нас такие вопросы? Я ещё раз говорю, всё зависит от того, сколько вы кроны срежете. Конечно, ни до прививки срезайте, оставляйте, чем меньше почек. Есть вот такой момент, для этого, в это время, 20 дней, в это время, позднее в весну, это очень плохо. Но рисковали вы сознательно. У вас получилось так, что вот она сидит и не просыпается. Тогда вы сделали кардинальную обрезку. Вот они проснулись и повыше, и пониже. Но пониже – это родные прививки. Потому что пониже ветки, а от ниже прививки. Они родные, они всегда вводят. И давайте им обгонять. Пусть хотя бы будет соотношение 2 к 1 пользу культурной. Вот, вы уже упустили в видеомомент, надо было раньше обрезать. Не знаю, беседовали вы на эту тему. Ну, вы, надеюсь, меня поняли. Нельзя отрезать полностью подводные. Они будут кормить дерево. Вот. Они дают дополнительную мажористую текость. Но и полностью, да, тем более нельзя. Обгонят культурные и всё. Всё-таки вы хотите ввести культурное дерево. Вот как мог ответить. Елена, добрый вечер. Снегирев, и вопрос, когда уже опасно пересаживать на место проросшие косточки? Никогда не опасно. Можете дать рекомендации или в каждом случае по-своему. В каждом случае по-своему, почему? Вот, допустим, я делал так. Приходит весна. Мне там, столько мне не надо, но я... Мои масштабы знаете, косточек полно. И я беру коробку, слой за слоем, укладываю абрикосовые косточки. Так. Слой за слоем. И потом, когда приходила пора высаживать, я выношу коробку с погреба. Для меня погромное хранение всегда было идеально. Всегда сыровато. С потолка даже бетонный погреб крепичный. Бетонный потолок, с чего даже вода капала. Ну, это самое. Такая была, конденсат. Погиб широй. А то, на коробке даже не закрывалась. Приходит пора. Я уже вижу, порастает верхний слой. Порастает. А, пора. На улице уже где-то середина-конец апреля. Вот так земля оттаила. Я уже зашлил ее. Тут уж никакого дерна. Это та же самая грядка, как огородная. Та же, как хоть морковку. Хоть эти середины-конецки должна быть чистейшая черная земля. И я беру, выношу этот ящик с полива и делаю вот так. Пах. Вывернул. И вот она вся. Укусится тысяча. Торсят разные спящие. Я их сажаю отдельно проверить. А я же всегда... Я экспериментатор. Мне это даже важнее было. Я вот тогда чувствовал, что у меня особая роль в этой жизни. Что я знаю, не знаю, а догадываюсь, еще догадываюсь. И у меня какая-то особая судьба. Стать лестителем, потому что я вижу, что еще ни одно дерево не веришься. Я вижу, что не туда заехали. Вот. Что вообще творится что-то невероятное. Я хожу еще по чужим садам. Я уже вижу, что творится. И я тогда... Мои практики выливаются так. Раз. Я все посадил отдельно. Зашли. Я почему не говорю. А то люди как? Погреб. В лои нет. Холодильник. Погреб 8 лет. Кто имеет? Холодильник все имеют. То есть из холодильника наковырял оттуда, которые зашли. А то они зашли. И дошли еще взят. И весь ма, и еще и весь и... Вспомните, пришло последнее. Так же. Что получается? Я провожу эксперимент. Я достаю вторая половина. А первое. Время посадить позволяет. Зашли. И те, которые спали. С тех пор я и долблю. Их дети пока взойдут в холодильник. В холодильнике холодно. В холодильнике темно. Вы садите все подряд. Но я садил отдельно. Я проверил. Помните, я показывал. Густые зароси. Вы себе садил. Прям невероятный. Я уже мог просадить на постоянное место. Вот. Знаю, что вероятно, что дойдет оплодневое. Что вырастет хотя бы год-два. Ну там, больше все бывает. Но хотя бы зайдут и будет расти нормально. Нормально. Осенью будет полтора метра минимум. Это значит, слегка проклюнувшийся. А перероски я опять садил так же, как эти. Спяще. А перероски это значит так. Рыжалка, конечно, у меня спичка, коробка. Вот. Вот. Такое, допустим. А такого хвостика. То есть, мы еще раз ка не видим. Он есть, но он меня тюрьнейший. А крышок уже вот такой. А такого до... Только раскручивается. А, дед, это видео. Вечно, вечно. Вечно, не раскручивается. Ну, короче, я хотел показать на грифель. Короче, вот до такого. И тут, когда я садил, садил аккуратно и вот. Допустим, пальцем ткнул, боткнул. Уже вот такой корень уже желательно посадить вот так. Хороший вот так. Вот. И в таких случаях у меня получалось 5,5 не сходило, а он не сходил. Так. А теперь еще раз получим, почитаем. Можете дать рекомендацию в каком случае по-своему. Скажем, по-своему. Для меня, от жадности, я постарался и длинными крыльями садить, и с короткими. Результат получился разный. Так. А опасно пересаживать? Наверное, ну, судя по-моему, потому что я перед этим говорю, но не опасно. Просто не взойдет, но и не взойдет. Что значит опасно? Уже поросли. Ирина, добрый вечер. Приветствую Килинбогу. Вам тоже добрый вечер. Гусева Емельянова. А, Мошкин, добрый вечер. Килинбог тоже тут. И тоже ухожу. Сейчас двое. Вот. Килина Гусева. Я про прививки. Вот. В один день делала прививки. Одинаково. И груши, и абрикосы, и груши прослыли. Давно растут, абрикосы от корней ниже пошли. Делаю вывод. Абрикосы в начале апреля расплевать рано, даже если тепло. А внутри зелененькое было. Кстати, все абрикосы скосочек прошлогоднее. Метровые прослыли в конце мая. Верно? Явно не тоже прошли, но и в конце апреля привала. И несколько раз, ну и в конце апреля привала несколько. Знаете, у меня срок один. Я пришел от обратного. Я не говорю привать в апреле, в мае, и в июле, и в июле, и даже в марте. Сергей вынужден привать намного раньше оптимального срока. Потому что если начать оптимальный срок, то уйдет, ну учитывая масштабы, уйдет май, чуть не июнь. А чем позже, тем хуже проживаемость. Поэтому он предпочитает начать пораньше, чем опоздать. А так как не обязательно всем надо сделать тысячу прививок, а допустим 5, 10, 20. Оптимальный срок, это когда сокодвижение. Сокодвижение, дело в том, что любой саженец, он состоит в привитии, 2,5. Я учу привать как можно ниже, практически чуть выше корневой шеи. Чуть выше. Так, что получается? Пол дерева под землей, а наверху почти ничего. Вот такой вот огрызочек. Правильно? Согласны? Вот. Значит, что получается? Это калека. Правильно, калека? Вся крона убирается. Вся. От подвоя. И выживляется вот такой вот черночек. Вот такой вот. Что из этого следует? Оптимальное время, это сокодвижение. Почему? Именно во время сокодвижения, особый случай, когда там буквально, это невозможно представить себе, что там не просто течет тихая жизнь. Зимой почти спит, но все-таки что-то там ходит, что-то там двигается. Летом активная жизнь, потому что нужно накормить почки, нужно накормить листья, а не тогда, соответственно, листь накормит почку. Ну, то есть, такой процесс строимый, о котором не знают те, кто учат скалечивать деревья. Вот. Ладно. Опять подумал. Случайно. И так получается, что именно сокодвижение максимальное сращивание происходит. Почему? Это для нас сращивание. А для них это ремонт. Для них искалеченное дерево. Дерево искалечено прививкой. Дерево искалечено прививкой. Значит, именно во время сокодвижения получается максимальное... А не так, как вы говорите, что то ли яблони, то ли абрикос. Угадали? Это еще тоже надо угадать. Угадали сокодвижение? А я тогда говорю, а вы скажете, а когда это? Я скажу, ну оттаялась стеклопатой, понимаете, все подряд. Хоть и долго, но ответил. Так. Галерий Костин, добрый вечер. Дорвалась схода ваших консочек. Ну-ка, ну-ка, абрикосы, рыжие, три, ассорти три, амур четыре, серафим один, ой, и сливы одна. Да сливы-то, господи, они сходят как эти, как сорняки. Как же так? Я их три месяца держал в песке. Или вы сухие заказывали? Ассорти три. Большая часть слив не взошла, восемь сортов. Подождать, да, правильно пишут, подождать, будем еще ждать. Ждите еще неделю, две, но потом держите в чистоте. Сливы с сал лучше всех сходят на вторую весну. Лучше всех, лучше абрикосов, абрикосов сходят. Вот, игрушек сходят. Это то, что я испытал, и то, что я наблюдал. Но сливы, все, что не взошло, ждите на следующий год. Для этого нужно грязки держать в чистоте. Аккуратненько выдергивайте, траву щипаете, как будто это растут эти, то, что много, самое хлопотное, знаете, что такое. Морковка, свекла, терпеть ненавижу. Но щипаю. А так получается, держите все лето, до зимы, чистые грязки. В следующем году, если живы будем, или если действительно количество участников не упадет до нуля, то тогда мы с вами, вы скажете, а помните, в рейкосе, в 92 году у меня взошло 3 рыжих, 3 сорти. Ну, давайте так, 3, 3, 4, 1, 11. САЦ уже есть. Уж поверьте мне, я не знаю, где вы живете. Но далее, если это Свердловская область, уже не замерзну. Я обращаю внимание на то, что у людей, у многих, мои культурные, не у меня, но у многих, культурные косточки дошли до плодоношения. И сорта великолепные. И эти дамы, которые коротко называют себя темиратиками, вот, они понятия не имеют, что у меня целая папка. Они же не хотят смотреть. А там столько искусств и курища, да, и слив, и абрикосов, и персиков. И все лучше, чем у меня, вы понимаете? Вот плохо, что вот эта вот, вот эта предвзятость, она так мешает. То есть, кто-то бы поверил, но как можно поверить человеку, про которого пишут, что ты какой-то металлург? И смотрим дальше. Итак, сливы зайдут, никуда не денутся. Абрикосы, которые тоже держите в чистоте грядки. Хоть у вас вроде бы сад заложен, есть возможность, вот, три рыжих. Есть возможность, один, два, или все три, они далека рядом растут. Лучше злочих оставьте на месте. Остальные отсадите, но только следующей весной. Так, как касается ассортей, амура, есть возможность оставить на месте. Хотя бы один из четырех амуров. Вот это и будет потом. Такое дерево будет. Поняли, да? Гусева, двух цехов. Ой, обидно, это же издевательство. Но я ничего поделать не могу, мы будем заканчивать. Владимир, поделись ситуации Башкирии. Даже не такие, что весной не всегда столько воды. Муравьи ищут, где посушат, само собой засыпают молодые родственники с головой. Ну, что теперь делать? Раскапываю через день. Ну, что я скажу? Муравьев жалею. Я рискую деревьями, но и у меня еще муравьи, сколько они сделали? Крупных довольно. Как они говорят? Ну, носки понятны. Жалкие, ничтожные. Не ничтожные, а безобидные, беззащитные. Я вас понимаю. Вот, что по неволе приходится трогать муравьев. Ну, у меня целые муравейники выросли прямо посреди саженца. Ни один саженец не погиб. Человек так ненавидит. Субтитры создавал DimaTorzok